АРМЕНА КАБРАМЯН Севского договора и день парламентских выборов в Турции. Противник пытался проникнуть в направлении Акне, армия обороны Республики Арцах. Книга Secret Nation о криптоармянах в Западной Армении. Ситуация в Нахичеване более опасна, чем в Арцахе, Сергей Маркедонов. Вероятная дата начала программы Аретун – 9-10 августа. Для прекращения эскалации конфликта необходимо, чтобы войска США покинули Сирию. Древнейшее армянское боевое искусство КОХ. Президент Национального собрания Западной Армении Армен Акабраамян по случаю 65-летия президента Армена Саркисяна отправил поздравительное послание. В послании говорится «Уважаемый Армен Саркисян, примите мои теплые поздравления в честь вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, процветания и успеха в вашем ответственном труде во благо Республики Армении и всего армянства». 9 мая 2016 года парламент Западной Армении представил законопроект, разрешающий ратификацию сербского договора. Этот законопроект был принят членами парламента Западной Армении и членами юридического совета Западно-Армянской республики на сессии 24 июня 2016 года. 24 июня 2016 года в качестве дня подтверждения сербского договора президентом Западной Армении Арменаком Абраамяном должен считаться историческим. Принятый законопроект состоит из двух статей. Статья 1. Президент Республики имеет право ратифицировать мирный договор, который был подписан в севре 10 августа 1920 года с дополнительными договорами, подписанными в тот же день. Статья 2. Президент Западной Армении имеет право продолжить исполнение постановления суда, подписанного президентом США Вудро Уилсоном 22 ноября 1920 года. В тот же день, за несколько часов до ратификации, Великобритания вышла из Европейского Союза через референдум с 51,9% голосов. Президент Реджеп Таип Эрдоган на пике своих сил в 2016 году, после развала турецкой армии в июле и конституционного референдума в 2017 году. Он строго решил подвести специальные выборы. Дата новых парламентских выборов назначена на 24 июня, что не является случайным. В период 17 по 23 мая на линии соприкосновения армяно-азербайджанских конфликтных войск были замечены определенные изменения в оперативной ситуации. В дополнение к обычным случаям нарушения режима прекращения огня, противник использовал противотанковую гранату в северо-восточной и восточной частях линии фронта, а противник пытался проникнуть в направлении Акны. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, в результате предпринятых профилактических мер армии обороны НКР, группа из шести спецслужб Азербайджана была отброшена. В течение недели, помимо вышеупомянутого в ряде районов, прилегающих к линии соприкосновения, противник продолжил осуществлять активные перемещения вооружения и военной техники. В издании The National журналист Копилка Миреди представил свой обзор на новую книгу Secret Nation «Скрытая нация» об Аветисе Ачане и Амшенских армянах в частности. Ачан – сирийский армянин, но вырос в Аргентине. В первый раз о криптоармянах услышал в 1980-е годы. В 2011 году посетил Западную Армению, чтобы найти их. Никакие детали не были им упущены. Он подробно представил историю криптоармян в Западной Армении. В то же время Эрдоган представляет Турцию и как бывшую жертву Европы, и как нынешнего преемника славной Османской империи. Турция нарушает международное право, преследует меньшинства, не уважает права человека и угрожает некоторым арабским странам. Эта книга показывает, почему люди и государства, имеющие такое мнение, должны отказаться от своей терпимой позиции, предполагает рецензент. На хачеване на армяно-азербайджанской границе ситуация стала намного опаснее, чем в Арцахе. Такое мнение выразил доцент кафедры зарубежного регионовидения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов. «Мы можем вспомнить последние события 2015 года, когда в преддверии Нового года обострилась ситуация в Тавуши. Районы вне Арцахского конфликта более опасны, сказал Маркедонов. По его словам, Баку не первый год, когда переговоры ведутся параллельно с военным давлением. Азербайджан не удовлетворен статусом КВО и всячески пытается его изменить. Маркедонов уверен, что Алиев не предпримет рискованных шагов, надеясь на поддержку Турции и Запада. Внимание Турции сосредоточено на Ближнем Востоке. И для турецких властей лишнее вмешательство в геополитику Кавказа не совсем интересно. Вот в чем опасность. Есть определенный формат и рамки переговоров, касаемо Арцахского конфликта. А здесь этого нет», — подчеркнул Маркедонов. Министр диаспоры Республики Армения Махитар Айрапетян объявил о вероятном периоде запуска программы «Аритун» 9 и 10 августа. Более точная дата запуска программы «Аритун» будет объявлена 13 июля, но, по всей вероятности, она начнется 9 и 10 августа, сказал министр. По его мнению, основная цель программы не столь репатриация, сколько усиление связи молодежи с родиной. Это еще один шаг к укреплению связей с Арменией, ведь многие никогда раньше не были на родине. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутериш призвал все стороны конфликта в Сирии к немедленному прекращению военной эскалации на юго-западе страны. Об этом сказано в специальном заявлении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжарика, распространенного на кануне 22 июня. В заявлении сказано, что Гутериш призывает к немедленному прекращению военной эскалации на юго-западе Сирии, а также настоятельно просит все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Генсек ООН крайне обеспокоен очередной эскалацией в Сирии. Действия войск привели к тому, что тысячи мирных жителей юго-западных районов Сирии были вынуждены покинуть свои дома и направиться к границе с Иорданией. Напомним, 21 июня подконтрольная США террористическая группировка «Свободная сирийская армия» заявила о том, что ее позиции в районе Эд-Танф были атакованы неопознанными вооруженными формированиями. После этого Государственный департамент США заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен возросшей активностью вооруженных сил Сирии на юго-западе страны, в частности в районе Эд-Танфа. Как ранее сообщала Ия Регнум, США развернули свою базу на границе Сирии с Иорданией в районе Эд-Танфа, где они укрывают недобитые террористические группировки. Там террористы проходят переформирование и вливаются в новые группировки, в частности в сирийскую свободную армию. Армянский кох – один из древнейших видов воевых искусств. Об этом существуют многочисленные свидетельства, собранные разными путешественниками, которые проходили через Армению. Армянская борьба была популярна также и в Древнем мире. Армянский царь Тардат III сам стал олимпийским чемпионом по борьбе 281 года на Олимпийских играх. Кох являлся также традицией на свадьбах, когда родные жениха и невесты боролись друг против друга. Изображенные сцены коха можно увидеть на стенах средневековой церкви Ахтамара. Существует два вида коха – ларийский и ширакский. Основная разница между ними в правилах и экипировках. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию музыку, символизирующую древнее армянское боевое искусство коха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры сделал DimaTorzok